елена здрасте московская область федосеева александр так гражданин вот у вас уже клиентка вот видите вот и адрес будьте добры высунулись за базар отвечать надо это тонкий умор так уважаемая татьяна этот абрикос подносит первый год и все два скотчика посадил по зиму по методу ултенко юрия все так ну все пролетит татьяна подождите еще годик так александр снегирев и продолжение вопроса про сливы за сотей четыре как по форме кошки определить какой сорт довольно сложно вы знаете отвечаю как но я не готов в том плане что я мог бы сейчас десяток фотографий на каждый слот фотографий причем не на косточек это я мог бы но так как сейчас мы так никогда не закончим отвечу в целом даже мог бы сейчас пойти как же быть там это следующего вебинаре показать идти туда доставать холодильник а куски давай так я есть четыре вида слив я работаю с двумя видами слив целом называются они по форме круглого головы называются реклоды а есть второй большой вид слив венгерки по форме называются как бы по форме они вот такие вот вот такие вот я показывал примерно даже может помните это венгерки до зимы довесели вот и у них разве совершенно косточки у венгерок косточки а и не только венгерок раз и у чернослива косточки только через сливы чуть круглее но и венгерок чернослива они большие-большие такие солидные. А у Эренклодов, даже когда вот мне получалось, иногда получались сувениры Востока размером 68 грамм, а куск все равно оставалась такая, как ногти. У меня был случай, я растерялся, когда мне просто не подписал. И я смотрю, он передо мной 2 банки и не подписан. Я знаю, что в одной сувенир Востока, а в другой венгерка это же самая красно-желтая. Абсолютно одинаковая, размером чуть ли подолговатая, но вот такие вот, по размеру, не больше ногти. И я говорю, господи, как же мне быть-то, ведь эти-то простенькие, на подвое у них своя цена, а сувенир-то Востока, это обе банки не подписаны. И до сих пор как вспоминаю, как мне тяжело. А как продавать-то я буду, когда они сведут одинаковые. Вот, то есть, а получается такая картина, что, наверное, придется вам... А это надо ли? Или, может быть, достаточное, что я сказал? Вот. А когда вы возьмете... Они уже давно распространены, лежат в Ак-жут. Я жалую, что никто не покупает. Значит, когда вы возьмете, развернете эти 10 штук, вы увидите, там будет несколько очень крупных. Это Евразий-21. Это может быть... Ну, они не подписаны, но примерно. Там будет 1-2 Евразий-21, 1-2 Венгерки, и 1-2 Чернослива. Примерно их будет 5-6. А солей, те, которые поменьше, но тоже крупноплодные, оно уже из породы линконов. Ну, извините, как мог ответил. Вот. Вопросы-то задавать хорошо отвечать-то, когда под рукой нет этих. Ну, долго, если я начну искать косточки в фотографии. Так. А потом, когда, как бы сказать-то, у вас же получили совершенно разные деревья, совершенно разные листья. Да, я вам все чувствую. Но я повторяю, почему у вас артия это 10 штук, вся эта разница. Ну, не хотят платить 200 за это, 200 за это, 200 за это, 200 за это. Уже 1000. 5 наименований, уже 1000. А хотят заплатить 200. Это, конечно, недостаток. Сорт неизвестен, зато 200 рублей, а не 1000. Вот так я ответил на вопрос. Свинь, всем привет. Тверь, добрая света. Спасибо, Борис, вам тоже. Виктор, он и Синация дела. Здравствуйте, Олег Константинович. Хочу услышать вашего совета. Секунда. Этой осенью купил в магазине селевые венгерки, ренклоды, персики турецкие, ого, нектарин узбекский. Взял с икорщики, доведя плоды до гнилого состояния. Ой, какой вы молодец, что довели до гнилого состояния. Хочу заложить себе на материал на сертификацию. Как вы на это смотрите, на какой сертификации закладываете эти косточки. Помню о том, что они с юга. Можно обратить внимание на что-то еще. Спасибо. Если они, например, на ряд прожили на юге, то у них срок сертификации может быть такой же, может быть меньше. Юг не юг, а эти самые ледниковые периоды не миновали никого. Вот. А что получается? Венгерки, ну, они европейки. Наверное, те же три месяца. Я так полагаю, что, наверное, срок сертификации три месяца. Ренклоды. Ренклоды, они немножко простачки. Так, немножко ближе к природе. Три месяца. Персики турецкие понятия не имею. Нектарины узбекистанские понятия не имею. Вот и все. На первые два ответил вот эти. А дальше метод тыка. Универсальный способ посадить сейчас. Персики не так просто зубам машинам подаются. И персики и нектарины это мощные косточки. Вот. Поэтому персики и нектарины отвечать не буду. У меня есть принцип. Чего не испытал сам, никогда не даю советы. А сейвы венгерки укладывают три месяца. Дальше читаю. Хочу заложить семью материальную инструкцию. А, уже читал. Все, все. Ответил. Влад, Нижний Новгород. Ваш фильм вишнях. Октябрь 22-го. Общий смысл в том, что вишни в европейской России гибнут от несчадной обрезки и деградации от бескородской связи. Про обрезку понятно. А деградации возникли вопрос. Почему в Европе были короткие связи, и деградации в Сибири нет? Сейчас отвечу. Если в Сибири вишни пришли из Европы, что поменялось, кроме климата? Корневые отводки никуда не делят. Деградация должна продолжаться. Ой, ой, ой. Вот ответ легкий. Если вы посмотрите, сколько в Сибири вишни, допустим, представим себе, что 10-20 лет назад люди не знали, что вишни неправильные. Абсолютно неправильные. И они росли вот эти вроде загущенные все, но вишен немерено, пчел немерено. Эти деревни, где они росли, становились белого цвета. Это было. Но то, что их начали калечить, вы со мной согласились. Теперь близкородство связи. Дело в том, что представим себе, что близкородство связи у людей. Допустим, брат с сестрой родили детей. Такие сущи редко бывают. Но именно они привели к тому, что существует негласный запресс среди людей. Деградация наступает даже не у этих детей, а в встречи покорения еще следующим. И причем опять же по закону Менделя, вы уже забыли, что где-то деды, прадеды была близкородственная связь, и у вас родится урод. Понимаете? Поэтому запрет существует и должен существовать. Но я начал с людей, а теперь возвращаюсь к этим же деревьям. Когда попадал, дерево попадало в новый район, а способность давать отводки у них настолько сильная, что одно дерево было, через 5 лет их уже 5 деревьев, через 10 лет их уже 25, а уже за эти годы они успели распластись по деревне, и там в свою очередь тоже успели дать настолько геометрическая способность к размножению огромная. И ладно, то, что видел Чехов, то, что написал Лишневый сад, это всё нормально было, но шли поколения за поколением, поколения, а поверьте мне, вот так и было. Если бы кто-то взял бы жменьку косточек с одного сада, косточек и корневых отводков, ну, в крайнем случае корневых, ну, вот это с Ивановки, это с Днепропетровки, это с Сидоровки, а это самое, самое, и вот так скажут деревни, но так не было, не было, почему? Потому что, когда я начал, вроде бы, всё ещё 40 лет не прошло, да, вот, и я посадил, и сосед посадил, так, но, я посадил, с одного места взял, он совершенно с другого места взял, я сам свидетель, как, вот эти пучки саженца, вот такие увязанные, причём, ну, корни тщательно упакованы, аккуратно, даже сидя в самолётах, им почему-то разрешалось вот так держать их, вот так вот, я свидетель, что я ехал из, один раз летел с Армении, а там алюминиевая промышленность тоже была, иначе, что бы я командирок там делал, с Еревана, раз, везли саженцы, я ехал из, это самое, из Иргара, Турсудзаде, там алюминиевый завод, вот, Тадас, и там везли саженцы, и я вёз, только я шарился, я уже не за саженцами, а за черенками, так, это ещё не всё, везли, поверите, нет, скаховки, которые в связи сохранились, скаховская ГЭС, строили, вы знаете, что такое новая каховка, которую сейчас бомбят, вы едет лечить от Саногорска, абсолютно, прошли десятки лет, дома одинаковые, так же точно, оттуда везли, эти, ну, в данном случае, саженцы вишни, оттуда везли, саженцы вишни везли, эти самые, ну, по принципу, один ехал с Владимирской области, вёз Владимирскую вишню, знаменитую, или пару этих самых, мокрую тряпку, замотал саженцев, или жменьку, косточек, отовсюду, а время-то прошло меньше ста лет, а там, где Чехов писал свою пьесу, там прошло, им было 200, 300, 400 лет, то есть, нас ещё, пока деградация не застала, сбору по сусенке, дай такое выражение, сбору по сусенке, со всей страны везли саженцы, боролись, который я упоминал, вот, выдающийся садовод, он самолётами завозил, и в том числе и вишни, со всех, везде, а в то время, там были, боксерский питомник, там он был, на Алтае, в Горноалтайске, вот, в Новосибирске, вот, на Урале, вспомните, то же самое эти, сады России и так далее, отовсюду самолётами возил, это был бум, не могли мы деградации достичь, идея, вы видите, здесь хорошая связь, вот так вот, и у меня они разные, и у соседа разные, вот, а ещё знаете почему, это то, что я написал здесь, две причины, нещадная обрезка, так, калечения, они начинают вымирать, и сейчас вымирают, последние, и близкородственные связи, да, в них нет настоящей живости, вот, поэтому надо, чтобы мои, в том числе, вишни, в Сибирске, попали опять в те города, и они сразу изменят ситуацию, раз, вот, и ещё, мы их переделываем, помните мои слова, это есть новый путь, вишня, сибирская штамба, с генами сиришни, вишню, которую я привёз, какой тут чёртовая, близкородственная связь, я с Херсонской области привёз Владимирскую вишню, до сих пор ни одной веточки не заболела, и не это, не отсохло, плоды крупные, отборные, южные, видели, проходили, угощал, пусть даже виртуально, да, при чём тут, этот самый, как вот, тут уже никак не получается, близкородственная связь, так я ещё черешни, ты не плевал, где черешни, сейчас живы, я же угощал, а черешни виртуально, а где погибли, а вишни стали другими, догоняйте, вот он третий палец загнул, ну чё, хватит договорить на эту тему, я вас убедил, вот, что поменялось, кроме климата, вот и поменялось, да, корневые отводки, последняя ваша фраза, корневые отводки, ну куда они делись, деградация должна продолжаться, она ещё не начиналась, понимаете, ещё не начиналась, это потом, так же, как у людей, помните, пример привёл, так, идём дальше, ой, ничего себе, хорошо, что я наелся этих, мякоти, это самое, ореха младжушки, может, поэтому и так я отвечаю, по крайней мере, мне кажется, нормально, так, ага, селевошка, привет, Сергей, давайте, Викосинец, воспользуюсь вашим опытом, сей в кочующий сад, часть удачной, привитых сельцев, оставляю в школке саженцев, остальные выкапы, раздаю, так, рановато, раздаёте, в итоге, все садятся в саду, получаются корни собственные, в 2002 году, была жуткая засуха, и у вас тоже, яблони с мочковой корневой системой, засохли, на своих корнях, пережили, засуху, отлично, вы знаете, у меня была засуха, но корневая система, у меня яблоневый сад, даже привитый, основан, на яблонях, корневых отводках, вот как вы пишите, с мочковой корневой системой, вот засохли, у нас не засохли, только не дали приростов, я показывал в кино, на своих корнях, пережили засоху, отлично, все правильно, Сергей, вы правильно все ответите, спора нет, вот, есть недостатки, у, которые на своих корнях, привитых, у парей этих, подчеркиваю, есть недостатки, которые у корневой отводки, каждому свое, вот, идем дальше, абрикос поздний, Филиппио, привит на мой дротца, да, а сейчас, сейчас, по-минуску, я не дочитал, а у слова Филиппио, на что был привит, или был корнев собственный, так, вот, поставили меня, это, несколько слов, что не исключен, 100-граммовые плоды, это, я даже не проверяю, давайте я у него спрошу, позвоню ему, так, я люблю точность, Лобасов, Десногорск, добрый вечер всем, Валерий Константинович, если абрикосы мелкие листья, то не значит, что плоды будут мелкими, есть фото с мелкими листьями, крупными плодами, значит, у меня, получается так, я отстал от вас всех, у меня есть папка, там уже много абрикосов, из косточек, с крупными плодами, со средними плодами, с разными плодами, а у меня такого опыта нет, что делать, есть, допустим, у меня, письмо от, Карташова Екатерины, да, она начинающий садовод, но у нее есть, большая наблюдательность, она вырастила из косточек, мы, деревья абрикосовые, получила, среднего роста, вкуснейшее, но среднего, размера плоды, так, и у нее есть там, такое, наблюдение, что у нее получилось так, что размер плодов, от размера листьев, не зависел, вот тут лист мельче, а плоды крупнее, а вот тут плоды, а лист крупный, а плоды мельче, вот, и у меня такого опыта нет, у меня есть, стал ограниченный опыт, например, у меня получилось как, я привил, академика на, академик пожил, пожил, погиб, а в банжерстве стали, вот такие листья, огромные, я ждал урожая, дождался, вот такие вот, то есть, в данном случае, получилось, отрицательный пример, лист огромный, а саженец мелкий, ну, не саженец, плод мелкий, вот и весь мой опыт, придет время, я всех познакомлюсь с тем, этим самым, той папкой, а там много примеров, когда, именно из косточки, получались крупные, отборные плоды, так, и все, ты, и, и.